И я ехала в санэпидемстанцию, чтобы мне делали чистку у головы. Представляете, я была в шоке. Всем привет, меня зовут Оля Грейс, я рада приветствовать вас на моём YouTube-канале. Я уже не блондинка, это должен был быть фиолетовый цвет, но производитель меня обманул. Я опять брюнетка, ну, всё же. Если вы не подписаны на мой инстаграм, то сейчас самое время подписаться на мой инстаграм, ссылка на который находится в описании. Ну и прошу вас, возьмите что-то вкусненькое, хотя нет, лучше вообще не берите еду для просмотра этого видео, потому что я расскажу вам то, о чём многие боятся рассказывать в интернете. Вы узнаете, как у меня нашли фши в школе, и вы узнаете всю эту схему, как вас по всем инстанциям возят и пальцами тыкают и высмеивают. Начнём с того, что когда вы поступаете в школу, в любое учебное заведение, когда вы ещё несовершеннолетний, в школе постоянно раз в год минимум ходят какие-то медсёстры, говорят, ой, мы сейчас всех посмотрим. И вот так отколупывают часть волос, смотрят, есть ли там вши или нет. Ну, как вши? Если вши, ну, это сразу видно, что человек чухается, и эти вши будут отскакивать и заражать других детей. Но если на волосы попадёт, другой начнёт чесаться. Поэтому они ищут кладки, личинки, яйца этих вшей, которые называются гниды. Вот, вот их название. В общем, это всё не очень гигиенично, не стерильно. К вам заходит в класс. Она одела перчатки, она потрогала все остальные головы. Если там кто-то заражён этими вшами или личинками, она трогает других детей дальше, тем самым заражая и подвергая опасности других детей. Это не есть хорошо. И за такое, я считаю, что нужно руки отрубать этим сотрудникам, которые говорят, что дети — это цветы жизни. «Угу, ты посмотри на свои действия, как ты срёшь на этих детей и по-хамски относятся к ним». Кстати, во время проверки они ещё и хамят и говорят «не дёргайся». Я такая вообще в шоке была. Скажем так, до этого проверяли, всё было хорошо. Иногда просто там смотрят, типа «а что это такое?» Я говорю «ну, лак». Я танцами часто занималась. А лак, проблема лака, стайлинга в том, что он крошится и выглядит белым, как будто много перхоти. И какие-то необразованные люди могут подумать, что это вши. Хотя медсёстры иногда думали, что это вши. Думаю, вы же медсёстры, вы знаете, как выглядят вши. Что вы не можете понять. Но суть не в этом. Однажды у меня нашли вши. И я расскажу вам всю эту стрёмную историю. Итак. Короче, два раза у меня якобы находили вши. Прикол в том, что в очередной раз осенью к нам заходят. Это был класс седьмой. Да, к нам зашли эти медсёстры посмотреть. Ну, одна была, кстати, медсёстры нормальные, а другая пометочки делала. И, значит, у одной девочки, у Алены, как бы, типа, увидели, посмотрели на фамилию в дневнике, сказали, какие-то что-то на ушку прошептали. Потом всех посмотрели, у меня что-то посмотрели, посмотрели фамилию и имя на моём дневнике, остановились, ну, все же дети видят, они же не дураки. Они понимают, что, видимо, у той девочки и у Оли нашли, типа, вши. И она мне на ушко говорит, после уроков зайди ко мне, я тебя ещё раз проверю. Только не убегай. Я говорю, да, хорошо. И знаете что, я действительно хотела пойти, я пошла туда, я вам расскажу прикол. Народ понял такое, о, Оля, вши, они такие, не подходи ко мне, у тебя, наверное, вши. Я говорю, ребята, у меня нет вшей, мне просто сказали, ещё раз подойти меня посмотрят. Они такие, а, ну ладно, но всё равно меня опасали, знаете, блин, это было стрёмно. Ещё не доказано ничего, а они начинают вот так вот себя вести. Но это, скажем так, не педагогичность и вообще неуважительно. Все должны анонимно заходить в кабинет, чтобы каждого отдельно осмотрели, никто не знал, кому какой вердикт вынесли. А тут, на виду всех, даже если у тебя не нашли вши или какую-то проблему, все уже тебя боятся и все считают тебя изгоем. Это очень нехорошо. Но в итоге, после шестого урока я решила пойти, мы были поделены на английский язык на две подгруппы. Я пошла сразу же после звонка мигом, помчалась в другую подгруппу за Алёной. Говорю, Алёна, пойдём вместе, ну типа не так страшно. Я захожу, спрашиваю учительница, а где Алёна? А мне все говорят, она только что ушла. Она сама первая, оказывается, пулей вылетела из аудитории, из кабинета, чтобы не идти на проверку вшей. Понимаете, она просто испугалась. Я думаю, ну ладно. Мне было, конечно, немного стрёмно идти. Я прямо как сейчас вспоминаю это. Но я пришла и говорю, да, здравствуйте, вы просили меня там зайти проверить. Она говорит, да, присаживайся, она помыла руки. Она посмотрела в мою голову и говорит, а что это у тебя стайлинг? Ты что, злоупотребляешь стайлингом? Я говорю, ну да, у меня просто концерт. Вчера был концерт, поздно домой вернулась, не успела. А я танцами занималась. У нас, ну, часто бывали концерты, какие-то выступления. И не всегда было время с этой учёбой и загруженностью репетиций помыть голову. То есть я её мыла раз в 3-4 дня. И, соответственно, лак мог 1 или 2 дня на моих волосах находиться. Потому что лак, ну, вы должны понимать, дубовая голова. Я могла вот так стучать. Я чуть ли не стук слышала, как будто дерево. Потому что всё вот так вот стояло. Ну, волосы зафиксированы были хорошо. А в итоге она говорит, ну, ну ладно, хорошо. Ну, просто ты, типа, ну, голову мою почаще, девочка, и всё. На этом всё закончилось. Ну, как бы на следующий день пришла. Мне говорят, у тебя точно Оля в шее нет? Я вот просто помню, Валера Лапина, если ты это смотришь... Ой, я была вообще в шоке от тебя, что ты говорил, типа, Оля, у тебя что, в шее? И он так отклонился, Валерка. Я не понимаю, почему так. Ну, блин, элементарно люди не знают симптомы в шее. У вас должна очухаться голова. И не приближайтесь к человеку, у которого очухается голова. Потому что, когда он чешет, он эти гниды, капсулы, личинки будет на вас случайно сбрасывать. И они попадут на вас, там разразятся. Разразятся? Разразятся. И по факту, ну, это типа маленькие муравьи, я так полагаю. Ну, не муравьи, а вши. Бегают, и из-за этого зуд. Это паразиты, которых нужно уничтожать. Второй раз, когда у меня нашли вши, и я ехала в санэпидемстанцию, чтобы мне делали чистку головы. Представляете, я была в шоке. И даже начальник моей мамы знал, что у меня были вши. Это вообще самая мощная история. И все это произошло в больнице. Мне нужно было ехать в лагерь Молодая Гвардия в Одессе. Это очень классный лагерь. Один из, типа, таких элитных считается. Считается, но я заработала эту поездку в том плане, что я училась очень хорошо. И с танцами я поехала за счет того, что мама говорит, будешь учиться хорошо, я оплачу поездку. Я такая, окей, я согласна. В итоге нужно получить справку о том, что мне все-таки можно в этот лагерь, и что у меня нет вшей. Ну, такие правила. Я прихожу к врачам, сдаю все анализы. И потом говорят, ну, иди, мы голову посмотрим. Они посмотрели мой голову, говорят, девочка, у тебя что только здесь нет. Нет, у тебя и перья здесь, и какую-то таму среди голову помой. А я же в частном доме. И мне было тогда, сейчас скажу, 14 лет. Я в огороде активно гуляла с собачками, кошечками. Ну, вы понимаете. Если вы в частном доме или там где-то в селе живете, вы понимаете, что у вас в голове может куча всего заваляться. Если вы еще по вишне лазите, и это все вам в волосы падает. Я говорю, да, хорошо. Я пошла домой, помыла волосы, они такие чистые, душистые, они так рассыпались хорошо, лавандой пахли, так приятно. И я прихожу, говорю, вот, я пришла. Она меня смотрит и говорит, у тебя здесь вши! Невероятно! Я говорю, как вши? Она говорит, так, подождите. Такой крик, вопль был. Она говорит, я пойду в лабораторию, дам экспертам, экспертам, которые работают только скалом и мочой, и кровью. Эксперты-лаборанты, блин, которые вши никогда не видели. Она принесла им, через 15 минут возвращается и говорит, это у тебя вши! Я их нашла, сейчас я позвоню, говори номер своей мамы. Не, говорю, свой, ну, номер своей мамы, рабочий. Она позвонила, говорит, у вашей дочери нашли вши! И тыкает пальцем из кабинета на меня. И, понимаете, полно людей в больнице, и они это все видят. И знаете, насколько мне, как подростку, было неприятно? Ладно, в школе тебя унижают сверстники, но чтобы взрослый человек тебя унижал и вел себя таким образом, я понимаю сейчас, что у нее уровень интеллекта или образования, образованности и воспитания ниже Плинтуса, даже хуже, чем, наверное, у третьеклассника. И, ну, что могу сказать? После этого разговора она бросила демонстративную трубку, нашла где-то кулек из-под своей булочки. Она булочку выложила, кулек, положила туда эту волосину. Говорит, вот, принеси своей маме, покажи, там гнида висит, там вши у тебя. Я говорю, ну, ну, хорошо. Я взяла этот пакет, мне было омерзительно. Омерзительно не держать это, а омерзительно было выслушивать все от незнакомой мне женщины, которая возомнила себя богом и царем в этой вселенной. Ну, я вышла из больницы, я сразу этот пакет выкинула, думаю, ну, ты, взрослая женщина, подумай, зачем мне этот кулек с этой волосинкой, если у меня, если ты утверждаешь, что у меня вши, у меня на голове полно такого добра. Я пришла домой, мама позвонила сразу в какие-то там инстанции, начала в интернете искать, как это все делать, нашла санстанцию, где можно мне сделать чистку, провериться, изначально провериться на наличие вшей, и, собственно, заходит руководитель и говорит, что там такое, и еще мама позвонила ему, сказала, что нужно отпроситься срочно, и мама так отпрашивалась, странно, говорит, Сергей, мне очень срочно нужно отпроситься, просто такой голос, как будто кто-то умер, он говорит, что случилось? Ну, он говорит, у нас сезон, мы не можем вас отпустить, там, что-то такое, активно была работа, и мама говорит, мои дочери вши, мне нужно срочно ее в санстанцию везти, мне позвонили из больницы, и он такой, хорошо, езжайте, без разговоров отпустила мою маму, и когда мы с мамой в городе встретились, ну, она мне объяснила, куда доехать нужно, на каком перекрестке, возле какой остановки ждать ее, и она говорит, Оля, прости, пожалуйста, я руководителю сказала, что, ну, тебя, как бы, нашли якобы вши, а потому что он не хотел меня отпускать, и, возможно, знает вся фирма, я говорю, ну, ладно, ничего страшного, мама реально боялась, что я так расстроилась, думаю, ну, какая разница, это мое здоровье, это моя жизнь, если не отпускали, то, ну, хорошо, что сказала, теперь отпустили, мы нашли эту санстанцию, мы зашли, нам говорят, да, присаживайтесь, да, конечно, но прежде, чем мы сделаем вам чистку или какую-то манипуляцию, мы сначала вас осмотрим, может, там ничего и нет, я такая, как, может, ничего не быть, если мне в больнице сказали, что якобы они есть, в итоге специалист смотрит мои волосы, говорит, ой, волосы так приятно пахнут, и рассыпчатые такие, хорошие рассыпаются, ой, как приятно, говорит, ну, видно, чистая голова, какие тут вши, она смотрит, она все детально обсмотрела, мне говорит, нет у вас никаких вшей, ну, у вас немножко встречается перхоть, которую приняли за вши, а перхоть, мне написали, трубчатая перхоть, это один из видов перхоти, а видов перхоти бывает очень много, и распространенная, о, господи, язык, распространенная проблема подростков, у большинства подростков есть перхоть, потому что они едят всякую каку, гадость, и из-за того, как мы питаемся, организм это все на себе отображает, это и прыщи, это шелушение кожи, это шелушение кожи на голове, потому что перхоть, по факту, это шелушение кожи на голове, и трубчатая перхоть, она просто какой-то трубочкой, есть волосинкой, она как трубочкой оволакивает, и иногда встречались какие-то, если, например, долго голову не мыть, и концерта, вот эта пенка, кожный жир, он с этой перхотью трубчатой формирует какой-то кружочек, который похож на, как-то, на гниду, на личинку вша, вши, и, соответственно, люди подумали, что это вши, вот та необразованная медсестра и лаборанты в той больнице, соответственно, чтобы проверить, это вши или нет, личинка вшей или нет, нужно взять, как говорят, мы эту гниду к ногтю в советских фильмах, возможно, вы слышали, между ногтями нужно раздавить, если вы слышите треск, то, значит, это вши, ну, это личинка вшей была, если треска нет, то это просто у вас, ну, кожный жир, как, скажем так, нарушение выработки желез, как, короче, желез, жира на голове, и все это у вас не настроено, без того, что вы плохо едите, или у вас сбит обмен веществ, или еще какие-то процессы сбиты из-за этого, вот, все вот это вытекает, и нужно просто проверить, возможно, у вас просто перхоть или голова часто жирнится, и таким образом это все выглядит, а народ сразу у нее вши, у нее вши, мозгом подумайте, ребята, блин, сразу как аборигены, вот это пальцем тыкать, уровень необразованности, невоспитанности людей, что в России, что в Украине просто зашкаливает, что очень неприятно вообще находиться с такими людьми, в общем, санстанции нас успокоили, говорят, да у вас просто перхоть, не слушайте вы этих идиотов, она так и сказала, она говорит, к нам часто, чуть ли не каждый день присылают детей, говорят, что у вас вши, все родители приходят в панике, у моего ребенка вши, помогите, спасите, и говорят, мы готовы заплатить любые деньги, избавьте нас от этого, что вы думаете? Она говорит, только в 2 или 3 процентах из 100 это могут быть вши, в основном все выходят отсюда просто с диагнозом перхоть, какой-то особый вид перхоти, она нам так справку и написала, трубчатая перхоть, в шее не обнаружено перхоть, диагноз, все. И с этой справкой я спокойно ехала в лагерь, и там, кстати, у многих была перхоть, и некультурные медсестры такие говорят, а что же у этих всех детей перхоть достали? Самое интересное, я посмотрела на эту женщину, у нее у самой перхоть летело еще больше, чем у подростков, я думаю, странно, странно это все. В общем, это была история о том, как у меня нашли вши, которых по факту так особо и не было вообще никогда в моей жизни, у меня не было вшей. Ну, так сложилось, что специалисты, которые считают, ну, люди, которые называют себя специалистами, оказываются безграмотными людьми, и нужно реально ехать в санстанцию, чтобы удостовериться в том, что у тебя есть вши или их нет. Но самое забавное, что где-то лет, может, два года назад, либо лет пять назад, у нас вышел закон, что все санстанции позакрывали. Если вам в больнице скажут, что у вас вши, вам некуда поехать в Украине в какую-то санстанцию, чтобы вам подтвердили этот диагноз вши, либо опровергли его. К сожалению, других вариантов нет. В общем, это была история о том, как якобы у меня нашли вши, и если вдруг у вас нашли вши, пожалуйста, не убегайте, как это сделала одноклассница Алена, на что у нее очень-очень плохо выглядели волосы, с жирными волосами ходила немытая, ну, очень странно было. Но я не побоялась, я пошла, потому что это моя жизнь, мое здоровье. Я не хочу, если вдруг у меня какие-то проблемы, я лучше их сейчас решу, чем буду откладывать на потом и прятать голову в песок, как это делают страусы. И самое, еще второй момент, самое такое стремное, что я могу еще подвергать опасности других людей. Зачем мне это делать? Я лучше исправлю ситуацию, и все будет потом хорошо, как, знаете, мир во всем мире, все счастливы, хэппи-энд в конце. В общем, ребята, если вдруг что происходит, какая-то проблема, не пугайтесь, не убегайте, просто решите ее. Да, это жизнь, всякая случается, не нужно ничего бояться, да, возможно, вам придется пережить насмешки других людей, которые будут как аборигены и неандертальцы. Так, смотрите, они просто глупцы, у которых нет интеллекта, уровня воспитания и вообще просто обходите их десятой дорогой. Главное, что у вас будет все хорошо в жизни, главное ваша жизнь, ваше здоровье, ну, и чтобы вы были счастливы. Я надеюсь, что это видео хотя бы кому-то из вас помогло, успокоило, и чтобы вы понимали, не нужно слушать каких-то там врачей, пойдите перепроверьтесь еще несколько раз, чтобы понять, подтверждается этот диагноз или его просто опровергли другие два доктора. Это значит, что первый доктор был безграмотен, и вы вот, ну, не ходите в следующий раз к нему. В общем, я надеюсь, если это видео вам понравилось и было хотя бы чуть-чуть полезным, пожалуйста, ставьте пальцы вверх под этим видео, подписывайтесь на мой канал, это красная кнопка под этим видео, жмите на колокольчик, чтобы всегда знать о всех моих новых видео. Ну, а с вами была я, Оля Грейс, и до новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok